В общем, вот с этим чуваком договариваются о том, когда приедет в сток, то есть товары для сейла. То есть у них тут есть специальные экселевские таблицы, мы скоро это изменим. То есть ему, например, звонит супплаер и говорит, в следующую пятницу мы там хотим... То есть, например, супплаер говорит, в следующую пятницу мы приведем вам сейл. Он там заносит себе табличку, типа, так, окей, в пятницу будет сток. Потом этот сток приезжает, то есть его завозят, разгружают сюда. То есть вся вот эта область, это сток, который мы еще не заресивили в систему. Может быть он на карантине, по причине всяких проблем. То есть здесь вот эта часть, это все еще не в нашей системе. Но очень легко определить то, что уже в нашей системе. Сейчас покажу. Вот. Вот здесь вот эта дорога разделяет то, что в нашей системе и то, что не в нашей. Все, что справа, это еще мы не заресили в систему. Все, что слева, вот эта вся область, это мы уже рисили в нашу систему. Вот этот весь ряд. Когда товарищи принимают товар в нашу систему. Название товара заносится? Как заносится в систему. То есть вот эта ария, вот эта область, они как бы, это называется пресортинг. То есть они эти айтемы берут и, как сказать, одинаковые айтемы раскладывают по одинаковым коробкам, чтобы было удобнее ресивить. Потому что, как бы, когда тебе по одному айтему приходит, то неудобно ресивить. А когда тебе пришло сразу коробка с 10 одинаковыми айтемами, то ты просто ввел в систему, пришло 10 такой коробки и все. То есть эти ребята, они как бы упрощают предварительную, предварительный ресивинг. Потом айтемы приходят вот сюда. То есть вот здесь на коробках помечено, для какого перчис ордера, название примерно сейла, номер коробки. И примерно что здесь лежит внутри. То есть, например, какое-то тут, короче, разделение по размерам кофты или футболок. Но это для сомплеров, но это не сомплеров, да? Да, это сомплеров. Да, это не сомплеров. Да, это нормально. Да, это сомплеров. Да, это сомплеров. Да, это сомплеров. Сомплеров. Да, это сомплеров. Да, это сомплеров. Сомплеры сомплеров. Да. Да. Угу. И этот, он слишком большой, ты знаешь? Спасибо. Пойдем посмотрим как рисует нормально. Вот чуваку пришли какие-то тапочки. Что это? Не знаю. Какой-то мячик может. Да, но он просто распечатывал одни и те же бар-коды и сейчас клеит их. А, здесь вот они ресивят supplier stock, а там... А, все понятно. Здесь supplier stock, который вот пришел от supplier только что, да? А там с фотографией, да? Нет, есть тоже фотография, просто они почему-то... Все это мы одинаковые, мне кажется, поэтому им просто ресивить не надо. Что-то в системе вводить. Ну, у него потому что он by stock, то все чьи. Привет! 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 Я буду снимать видео, просто посмотреть процесс. Да, я просто... Представлю, что я не здесь. То есть мы и RDС. Если вы получите какие-тоska-к Bad- health care, то я заставлю зрителей, там. И ты получаешь деньги, то я буду приз Rio mombi-pl ñ You Hidden in Detail stock. Типа и магазин. Да, мы должны валить кратку, suivили... Хмммм ดелья Продолжение следует... 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 И так далее... После того, как все заресивили, все отправляют нас в сортинг... И уже распадывают по товарам... Вот это что такое делать, непонятно. Классно. А потом их можно лопать. А, то есть здесь тоже диспатч какой-то. Эй, Кайл. После того, как сток заресивили, то есть у нас есть здесь часть ресивит онбай сток и часть ресивит супплайер сток. Суплайер сток сразу же идет на сортинг, чтобы разложить по доказам. А онбай сток переносит, Маша осторожней, переносит сюда. То есть нам сюда на хранение в нашу закрома. То есть и здесь вот потом заносит все это в NAV. То есть супплайер сток в NAV, я так понял, не заносит, а онбай сток заносит, чтобы NAV хранил информацию, в какой коробке, где что лежит. И потом, когда понадобится сортить заказы, то мы можем знать где-то, что лежит, забрать это. И отсюда потом все эти коробки возьмут, когда понадобится. Возьмут отсюда этими, которые нам надо и отправят на сортинг. Раскладывать по заказам. Раскладывать по заказам, они получают все эти коробки, и они сканят на сортинг, и они сканят на сортинг. Аааа, чтобы добавить на сортинг. Да, с этой сортинг, вы просто сканете на сортинг, и на сортинге, эта коробка, с сортингами, живет в этом месте. Я вижу. Итак, когда они объявляют, то все, что в этой коробке, они просто берут на сортинг, где в зоне 65, и они скажут, что 65.141, и посмотрят на сортинг. Вы сканете, и это скажет, что все в зоне, что вы хотите выставить. Вы просто сканете на сортинг, и это движет вас на следующий. Ага, я вижу. И на следующий. Да, я вижу, хорошо. Но вы только когда идете на эту сортинг. Да, если нужно 10... Агрегать... Да, да, да. Но где это номер 65? Это должно быть большим номером? Да, есть на другой стороне. А, на другой стороне. Я не знаю, что это. Это должно быть... Да, они еще не ставили. Но я думаю, что... Эти, эти вот здесь, в основном, все новые, все здесь. А, я вижу. Так что они будут делать это. И тогда системы должны знать, где эта сортинг. Да. Вот чувак, короче, сейчас заносит. Ассоциирует коробки с позицией. То есть, чтобы NAV знал, где какая коробка лежит. То есть, NAV уже знает, что лежит в коробке, но нужно знать, где эта коробка. И вот сейчас чувак занимается этим делом. Если он просто сканит коробку, сканит позицию, сканит коробку, сканит позицию. И после этого NAV уже в курсе, где что лежит. Здесь уже привезли айтемы с ресивинг карри. Короче, заресивили эти айтемы и привезли сюда. Уже сразу же на сортинг. Если это supplier stock, то сразу же, как только заресивили, сразу приносят сюда. И уже чуваки берут каждый айтем и сортят по заказам. Каждый тот, это почти всегда один заказ. Если это on-by-stock, то привозят те же самые айтемы, только вот из этих коробок. Собирают и привозят сюда. Вот у некоторых чуваков есть такая лента. с баркодами тоутов. Долго объясняйте, зачем это? Какая разница? Какая разница? On-stock и что еще? On-by-stock и supplier stock. Supplier stock это как раз мы в той области были. Это просто вот приехал товар, они его заресивили и сразу же сюда отправили. Он уже весь распродан? Да, он уже точно весь распродан. То есть это просто supplier нам поставил именно столько, сколько мы продали. Окей. А есть просто, который помещается на склад и ждет, когда его... Да, есть вот этот on-by-stock весь, который здесь... Это все мы купили заранее и теперь продаем. То есть там имущество компании? Ну да, вот это все как бы то, что наше владение. А тут по сути просто посредничество? Ну вот эти непонятно откуда они пришли. То есть может быть они supplier stock, а может быть это наш stock. Но скорее всего supplier. Это уже просто процесс раскладывания по заказам. То есть это зависит от клиента, как они работают? Да. А большинство как работает? Где больше процентов? Ну у нас по-моему больше supplier stock. Supplier это как? Который заказчик поставляет сколько нам, сколько мы продали. По сути вы продаете товар, которого нет если на складе? Да. И частенько бывают проблемы, что мы типа продали столько, нам сказали, что у них столько есть. А они взяли... Ну как бы нам столько сказали, столько мы как бы продали. А потом заказчик говорит, ой, а я что-то... У меня тут нету половины стока. Мы такие козлы. И приходится там рефандить все эти ордера. И извиняться перед покупателями. Хочешь посмотреть что-то на сканере? Хотя что-то ребята побежали куда-то. Ну ладно, короче... А, ну вот, короче смотри. Вот эти тоуты, то есть, тоуты заполняют, заполняют. Потом, как только система им говорит, все закончился ордер, они его пушают, они вот сюда двигают. То есть, вот эти два, которые здесь вот находятся, это значит, что они уже все заполнены. И вот этот, короче, заполнены ордера. То есть, все это готовы. Они теперь отсюда берут, собирают вот эти коробки и отправляют вот сюда, на диспатч. То есть, вот это все, короче. И теперь как происходит? Товарищ берет этот тоут, подносит к системе к нашей диспатч и сканирует бар-код. Отсканировал, он говорит, сколько там надо. Упаковывает. Все, нажимает Enter, печатается лейбл. И лейбл автоматически печатается, в зависимости от того, в какую страну отправляем. То есть, например, вот этот в Сингапур идет. Кто раскладывает по странам? Вот это в Невую Зеландию. Это, короче, сначала они все в кучу складывают. То есть, они не парятся. Потом это идет по конвейеру. И там, в конце, чуваки уже берут эти заказы и раскладывают по большим контейнерам. То есть, вот так. И потом их еще заплавляют? Или не все заплавляют? Слушай, это все уже упакованы, вот так и отправляют. А вот эти там все отправляют? А, это и такие большие заказы, они что-то там сперимитируют. А, они помещаются в такой. Да, да, да. Вот у чувака что-то здесь четыре коробки. Он думает, куда положить или что. Система показывает, что должно быть четыре айтема. Четыре айтема. Все круто. Так как айтема большие, он сейчас, наверное, будет как-то упаковывать какую-нибудь большую упаковку. Так, еще раз вернулись на сортинг. Чтобы посмотреть процесс. Кто бы нам показал. Эй. Можно я снимать видео, что происходит на экране? Просто посмотреть. Что это значит? Это значит «пушь». Это значит, что если вы сканете, то это значит «пушь», то это будет 27.05. 27.05. Да. То есть, да. Идем кроше туда. А вот здесь вот? Да. Ага. Тогда надо скануть его. Это 30.05. Ага. Когда сканете, то это говорит «пушь». Это нормально. А теперь мы можем отпустить. Да? Окей. Можем отпустить. Все вот так вот раскладывают, это как бы все вроде уже показал, то есть на тутах такие номера есть, это все отображается на экране, они все это видят, это для саму группу, здесь все эти тоуты приезжают сюда и все, и диспатчатся, вот здесь что-то решили посетить большие начальники, вверхоус, Джейми и Карл. То есть за диспатчные коробки приходят оттуда, идут-идут по конвейеру и сюда, здесь они по идее должны в автоматической системе как-то распределяются, но мне кажется она, вот смотри, там тут коробка, она ее должна толкнуть, в каком-то месте она ее толкает, по какой логике без понятия вообще, мне кажется она просто один одному, другой другому, сейчас глянем, да, что-то похоже к последним едет, вот сейчас она наверно вот здесь толкнет, а или может просто до конца, она должна как это, как стрелка в трамвай, ну да, что-то как-то она, ну раньше она иногда толкает, в общем чувак сам толкнул, вот короче, что он делает, он просто берет эти посылки, хватает там, читает этот лейбл и на нем всякие коды есть там 1F, 2F, F это обычно для Fastway, A для австралийской почты, house post, то есть он просто кидает их по разным этим, мы машину к этому, машина приезжает и им вкладывает, мы могли бы сделать автоматическую систему, которая это раскладывает, но, наверно проще платить чувакам вот этим, да и они как-то постабильнее наверное работают, в общем вот так вот, вот здесь раскладывают посылки по ходам, можно заметить, что в этой коробке все, которые 1F, а здесь, например, все, которые в Сингапур. здесь 5F, вот так-то работает. и что случилось то, что происходит, если парк поэтому б comprim medicinal что случилось? Да, что случилось? Ты работаешь в отелье? Извините? Ты работаешь в отелье? Да Не волнуйся, ничего страшного Вернуть их обратно, не платя ничего А может быть даже они заплатили И официально вернули нам посылочки Вот, например, здесь кто-то вернул Заплатил за возврат Все это складируется здесь Потом Это все разбирается вот в этом кабинете Там люди открывают каждую посылку Ресет Систему Уже как returner И потом мы выставляем все это онлайн То есть вот это все Здесь вот Есть баркоды То есть это как бы если видно Это бокс баркод То есть они как будто бы все эти атомы в коробках разложены Майка учит как надо системой пользоваться Все, и вот это мы все продаем Маша сейчас себе что-нибудь выберет Какие returner должны быть дешевые Или кто то Например, смотрю в CLV А каким то Сейчас послушаем немного Майкла Может что-нибудь интересное расскажет Я вам достаточно Я буду поговорить с ним. Да, я буду поговорить с ним. Да, я буду поговорить с ним. Да, это тебе. Спасибо. Что мы здесь делаем? Консолидируем. Консолидируем? Или вы выберете? Консолидируем. Не, не, продолжай. Думаю, мы не здесь. Но что значит, консолидируем? Это означает, что, скажем, для этого рака, ты закончишь пищу, и только три остальных в этой бинке, и два остальных в этой бинке. Так что, вместо 10 бинок... А, я вижу. Мы двигаемся в один бинок. Так что, консолидируем все в один бинок, и теперь все остальное будет открыто. Так что это после пищи, да? Это правильно. Что это? На раке, мы делаем это больше, потому что мы делаем первая сель. Мы продаем это в цене, и потому что это в зарплате. Потому что это в зарплате, когда она была на зарплате, они移ли их от этих раков к другим ракам, и это второй раз они продают на зарплате, и они вообще продают на зарплате. И потом третьей раз. Потом третьей раз. Потом третьей раз. Потом третьей раз. Возвращается на зарплате. Так что вы понимаете, что это процесс, это процесс, и это процесс. Да. Как вы получаете? Да. Да. Как вы получаете? Это Паскал. Это как-то обратное место. Они получают здесь, обратно в систему. Упачка и высканчиваете в систему? Да. Новая гли оформ sampai сбор oval на сфере. Ничего в ней ничего неsublling, да? Это ближайшее заявление Админ, что вы делаете? Админ, что вы делаете? Да, номер. Клик это здесь, чтобы вы могли видеть. Админ, что вы делаете? Да, потому что мы должны проверить, что это не было. Потому что у нас нет бутылок. А, нет бутылок. Почему люди не нужны? Да, в категории, мы имеем это. Дамаги. Миссинг-миссинг-миссинг-миссинг-миссинг-миссинг. Да. Да. И мы используем р-хостел. Мы используем р-хостел. Мы используем р-хостел. Мы используем р-хостел. Но в данном случае, мы даем бутылку, потому что у вас используем р-хостел. Да. И последнее. Клик будет кредит в р-хостел. Да. Эта бутылка. Это только для всех. Это для брендов. Это для брендов. Потому что это не дамаж. И потому что это 40$. Мы можем проделать этот товар. Просто кликать в него. И этот брендовый. И мы должны прикрыть его. Для пикики. Для пикики. Мы можем прикрыть этот товар. Потому что мы используем этот товар. Да. Что значит это токар? Да. Потому что это токарм, оно для нас. Мы получили много токарбов. Мы используем этот для аксессорий. Этот для дома. Это для дома. Как разные типы? Да, разные типы. Все там. У нас есть брендовый дом. У нас есть брендовый шаг. У нас есть дома. У нас есть дома. Мы используем 4 разных баркодов. И также используем 15-0 баркод, если клиент увидел что-то wrong. Мы используем этот баркод и десит опять. Что они сделают? Они отправят еще один? Нет, мы не общаемся с играми. Это просто в нашем доме. Что мы сделаем с этой стороны? Да, это просто демократно. Мы используем этот баркод, потому что мы используем этот баркод на следующий дом. Они могут продать этот баркод. Может, клиент может купить его. Я не знаю, как они используются. Если вы хотите, то это будет 5 долларов. Мы продаем это в нашей собственной баркод. Мы должны купить что-то. В следующем доме. Может, 21. November. Когда будет закрыто? Это Friday, Saturday, Sunday. Три дня. Три дня. Прийти и посмотрите. В следующий день. В следующий день мы собираемся в магазин. Чтобы купить какие-то вещи. Да, нет. В России это не проблема. Если у вас нет кнопок, то я сделаю себе. Да. Какой-то проблема? Почему нужно обратиться? Это просто обычное. Окей, нет кнопок. А, да. Но это только один. А, отлично. Да, можно купить какие-то кнопки. Какой-то. А, вот здесь. Это же, например. Потому что клиент получил плохое. Ага. К клиенту купил черный jacket. Ага. То есть это черный? Это черный? И мы в самом деле отправили. Не, это точно. Это точно разное. Я уверен, что это не черный? Нет. Это jacket. Да. Да, совершенно разное. У меня есть фоя катастроф. Да. Ну, конечно, для того, чтобы все, чтобы купить, ну, вот это, как ты можешь купить. Да. Да, да, да. Потом, после, я получу эту, я пойду в покупку и пойду этот агент, это я получу еще, и еще я получу это. Но, конечно, сейчас это очень интересный враг для клиентов. Для клиентов, ты просто верни тебе деньги, и это все, да? Да, но они зарплатили, поэтому для клиентов это не очень удобно. Да. Это только один из них? Да, нет. Видите, клиент купил больше из них. Ага. Ага. Если вы проверяете... Я проверяю. Я проверяю. Это 1.70$. Так что клиент купил больше из них. Да, не только один из них. Вы понимаете, что это не только один из них? Да. Да, два из них. Да, в самом деле есть два из них. Один из них не было. Я не даю доставки, потому что клиент купил уже два из них, и один из них был хорошо. Кто платит за зарплату? Они платят. Они платят. Да, если вы купили только один из них, и если вы потеряли то, мы получим отставки. Ага. Ага. Но в этом случае только один из них был хорошо, поэтому мы получили только один из них. Да. Ага. 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 Самилила. Ага. Ага. Поиски. Ага, это не есть нексто. Ага. 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 Продолжение следует...